привет меня зовут влад сегодня мы посмотрим как правильно поменять струны на акустической гитаре для этого нам понадобится собственно сама гитара на которой мы хотим заменить струны нам понадобится комплект струн который мы хотим поставить на гитару нам понадобится вот такое вот устройство для намотки струн называется string winder по-русски струномод и понадобится тюнер для настройки гитары ну и бокорезы если мы ставим комплект струн который отличается размером от того который был установлен на гитаре при покупке то возможно нам понадобится ключи от гитары для настройки амперного стержня итак начнем для начала нам нужно снять старые струны самый удобный способ установки новых струн это замена струны по одной то есть одну струну снимаем допустим шестую сняли шестую струну вместо нее поставили шестую но и так по одной струне мы меняем сразу настраивая каждую струну то это самый простой способ и если у вас вы меняете комплект струн ставите новые такого же размера то вам не придется гитару перестраивать подстраивать и так далее то есть это самый безболезненный способ замены струн таким образом мы сняли струну здесь крепление современных гитарах струна крепится сквозь деку есть вот такая шпилька которую нам нужно вытянуть вот на этом на string winder на этом устройстве есть специальный желобок который специально предназначен для извлечения этих шпилек вот таким образом мы вытягиваем шпильку вот сама шпилька извлекаем вот струна теперь берем комплект новых струн достаем шестую струну то есть самую толстую разматываем значит первым делом вставляем кончик струны с шариком то есть мы его вкладываем в отверстие шпильку ставим желобком вперед и проталкиваем шарик придерживая струну шпилькой вниз пока шпилька не зайдет до упора когда шпилька зашла до упора чуть-чуть подтянули струну на себя все она держится значит затем струну вставляем в отверстие колка вот таким образом чтобы намотать правильное количество витков проверенный способ это взять струну вот таким образом положить ее на ладонь и подтягивать колочки пока вот в районе 12 вада пока струна у вас не будет лежать вот таким образом все обычно вот этого вот этой струны достаточно для того чтобы намотать ее на колок если вы сделаете больше то струна у вас будет накладываться виток на виток то есть это будет некрасиво и гитара будет плохо держать строй значит затем когда мы отмерили необходимую длину струны на колочке мы струну можем вот таким образом загнуть для того чтобы она не выскакивала из колка все после этого мы стану наматываем либо вручную либо гораздо быстрее получается если у вас есть string winder вот такая вот штука еще скажу колки точнее не колки а струна всегда должна ложиться витками вниз то есть виточек под виточек каждый следующий виток ложится вниз колка не вверх а вниз если бывает такое что шпилька вылазит поправляете и проталкиваете обратно конце концов она там застопориться все и наматываем струну все готово струну мы намотали теперь либо на слух либо с помощью тюнера мы либо по предыдущей струне мы настраиваем инструмент все готово одну струну мы поменяли тот же самый процесс мы проделываем со всеми последующими струнами устанавливая струны обязательно обращайте внимание в какую сторону вращается колок все струны должны быть намотаны в одну сторону то есть при настройке все колки натягивать или отпускать струну должны одинаково ставим следующую струну также разматываем еще раз повторюсь и покажу шарик вставляем в отверстие и шпилькой желобком вперед вот таким образом мы шпилькой этот шарик заталкиваем в отверстие придерживая при этом струну все струну можно потянуть еще на себя все шпилька зашла после этого мы струну другой конец струны вставляем в отверстие колкового механизма вот таким образом обязательно смотрим чтобы колок наматывал струну в ту же сторону что и предыдущий вставляем отмеряем нужное нам нужную нам длину струны готова отмерили теперь вот таким образом мы загибаем струну этот кончик в одну сторону этот в другую то есть это позволит нам не придерживать рукой струн то есть теперь струна держится теперь мы спокойно можем спокойно можем струну не очень удобно спокойно можем наматывать струну следим обязательно чтобы виточки все ложились вниз готово не натягиваем струну полностью нам достаточно мотать чтобы она чуть-чуть была под натяжением все проверяем на месте или шпилька если она чуть-чуть вышла мы ее проталкиваем все после этого настраиваем гитару либо на струну либо по тюнеру мы установили три толстые струны для того чтобы струна держалась достаточно трех-четырех витков это касается трех толстых струн когда же мы ставим более тонкие струны это три первые струны здесь желательно ставить чуть чуть больше струны дабы на колок намоталась пять шесть семь витков тогда эта струна будет держаться надежно и не будет сползать механизм установки тонких струн абсолютно такой же то есть берем струну шарик вставляем в отверстие и шпилькой желобком вперед удерживая страну проталкиваем шарик все шпилька зашла точно таким же образом вставляем струну в отверстие колкового механизма но оставляем несколько большее вот где-то вот так несколько большее количество струны таким же образом здесь загибаем струну дабы она у нас не выскакивала из колка все после этого наматываем струну есть небольшой секрет многие гитаристы чтобы тонкие струны держались лучше не сползали скалка ложат один виток струны вверх и все последующие вниз то есть делается это очень просто один виток ложится над над вот этим хвостиком мы положили все последующие витки мы ложим под этот хвостик то есть каждый последующий виток ложится вниз ближе к головке грифа таким образом мы устанавливаем три тонкие струны ну вот мы заменили все струны теперь обязательно проверяем по тюнеру строй гитары после установки новые струны какое-то время могут тянуться то есть не исключено что вам придется гитару подстроить в течение дня два-три раза потом если струны вы поставили качественные не дешевые то строй будут держать замечательно проверяем строй если необходимо подстраиваем в этом нам очень помогает тюнер все готово еще один нюанс после установки струн как только вы закончили установили струны вот эти вот концы их нужно обязательно обрезать то есть берем кусачки и аккуратно не струну кончики струны обрезаем обрезаем все готово после установки струн головка грифа и струны намотанные на колковые механизмы должны выглядеть вот так сейчас мы услышим разницу между гитарой со старыми струнами и та же гитара но с замененными струнами теперь мы услышим гитару с новыми струнами и 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 Надеюсь, каждый из вас может самостоятельно заменить струны. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok